Итак, всем привет! У нас уже довольно давно не было видео на канале, и поэтому сегодня я хочу показать вам кое-что интересное. А именно, наши наработки по моду Open Computers. Что это такое вообще за мод? По сути, это некий аналог компьютер-крафта, только с более крутой графикой, более крутыми дисплеями, кучей различных плюшек по типу 3D-принтеров, серверов, голографических проекторов, ну и прочей байды. И мне, в принципе, захотелось его изучить. Ну как, изучение начинается с чего-то такого хорошего. А именно, скажем, с написания небольшой вот такой операционной системы. Значит, как выглядит эта операционка и что она себе представляет? Представляет, у нас есть такой вот рабочий стол, на котором располагаются различные программки, различные ярлычки, которые можно выбирать. Также снизу выображается небольшая вот такая вот панелечка, где можно закреплять определенные программы, которые вам нужны. Также можно скакать по папочкам, нажимая на них, то есть System, PostEbin. Можно открывать текстовые файлы, смотреть их содержимое, ну обычным редактором Open Computers. Стрелочкой на нас можно возвращаться в предыдущую директорию. И, собственно, вот так вот осуществлять навигацию по нашим файлосистеме. Значит, ну для начала, давайте я вам покажу какое-нибудь предложение интересное. Допустим, Shooting. Это предложение представляет себе такую вот мишеньку, рисущееся на экране постепенно. И вы можете с вашими друзьями поразвлекаться на сервере и пострелять вот эту хрень и получать различные очки. Значит, при попадании на экране отображается вот такая вот точечка. Отображается количество очков у данного игрока. Также каждому игроку присваивается определенный какой-то произвольный цвет. Ну, в данном случае у меня такой вот, скажем так, болотно-зеленый. И отображается количество очков. Ну, в любой момент можно начать игру заново. Нажав вот эту клавишу, мишенька заново перерисуется, очки все сбросятся. В принципе, это одна из таких тестовых программ, которые мы написали. Ну и, в принципе, вот попасть вот в этот гребаный центр довольно-таки трудно, но он дает вам 25 очков. Попадание где-нибудь сюда дает 9, сюда 5, сюда вообще одно, ну и так далее. Давайте посмотрим, другие программки здесь есть. У нас здесь есть программка, скажем, Photoshop. Это такой простой графический редактор. Сейчас ведем ширину нашего будущего изображения. Допустим, 51 на 19 пикселей. Окей. И здесь мы, собственно, получаем такое небольшое текстовое поле, где мы можем рисовать. Значит, цвета переключаются на клавишу X, ну или с помощью вот такой вот стрелочки. Давайте выберем, скажем, какой-нибудь... Хочу оранжевый цвет. Нарисуем какой-нибудь такой символ загадочный. Так. Истинно русский. Переключим цвет. Ну и, собственно, с этой палитрой можно работать довольно-таки удобно. Можно указывать цвет в 16-ти ричном формате. Ну, скажем, FF0000. Это у нас будет такой ярко-зеленый. Можно работать с палитрой HSB и RGB. Ну, допустим, если с HSB поставим, допустим, насыщенность на 30, у нас цвет такой будет сероватый уже. Ну, собственно, можно рисовать головку. Так вот, будет довольно симпатично. А какие здесь, в принципе, еще фичи есть? Есть различные фильтры. Например, инверсия цвета позволяет инвертировать наш член в полностью противоположный цвет. Ну и обратно, соответственно. Есть инструмент пипетка, который позволяет выбирать цвет с нашего, скажем так, основного фона. Кликаю как бы на розовый, получается тоже розовый. Есть сохранение файлов. Мы можем сохранить его, скажем так, хуй. Просто путь будет просто хуй. Сохранив его на рабочий стол. Если мы выйдем с фотошопа, у нас на рабочем столе появится вот такой вот PNG-шничек. Два раза кликаем на него, открывается фотошоп и рисуется наш член. Есть инструмент Eraser, стиралка. Пластик. И с помощью, соответственно, его можем просто удалять различные пиксели. Есть также черно-белый фильтр, который преобразует, ну, наш, скажем так, изображение в черно-белую гамму. Ну, тут нужны цвета более темные. Скажем, вот так вот рисуем темно-красным. Так. Преобразуем его в черно-белый. Ну, сносится таким темноватым. Ну, вот. Что-то в этом роде. Так, выходим с фотошопа. Есть у нас также программка, называется GoloClock. Она на подключенном голопроекторе отображает такие вот часы. Ну, если мы включим счет времени в Майнкрафте. Так, GameRule. Don't deny cycle true. У нас будет идти наше майнкрафтовское время. Вот так вот. То есть не реальное по секундам, а майнкрафтовское именно. Он так периодически обновляется. Так, завершаем нашу программу. И, кстати, если мы нажимаем на сочетание клавиш Ctrl в лице, наша программа предварительно завершается. И выдается вот такой красивый код ошибки. Так. Какие у нас еще здесь, в принципе, фичи есть? Мы можем удалять различные файлы. Мы можем удалить наш PNG-шнищик. Мы также можем любую программку добавить в док. То есть в нижнюю вот эту панельку. И она у нас будет в любом случае в быстром доступе. То есть где мы бы ни были, где какой папки не находились бы, у нас в любом случае наша программка будет в быстром доступе и всегда под рукой. Ну, также мы можем ее удалить отсюда. Есть также здесь занимательная программка GeoScan. Она, скажем так, строит некую 3D-карту нашей окружающей местности. Ну, давайте ее запустим. Она, в принципе, довольно долго работает. И сейчас я вам кое-что другое покажу. Пусть пока сканирует. Вот она пошла. Сканирование стека. Тут количество оперативки показывается. Довольно много она использует. И нарисует примерно вот такую 3D-карту местности. Значит, давайте пока она сканирует, расскажу что-нибудь интересное. Ну, во-первых, к чему, собственно, вообще все это... С чего все это началось? Ну, во-первых, я поставил самую простую. И впервые заявил в этот мод самую простую операционку OpenOS, которая находится на стандартной дискете. Я ее установил и посмотрел на этот дизайн. Так, как тут перезагрузится? Вот так. Вот они будут, по-моему. Какие-то черные... Черный фон, какие-то белые надписи. Вообще, нихрена не красиво. Мне захотелось сделать что-то интересное. И, собственно, давайте я вам покажу сейчас, как поставить, собственно, мою операционку поверх вот этой стандартной. Вводим команду post-tabin run 0nm 5b1.ju. Она будет в ссылке в описании видео. Запускается программа инсталлятор. Вот пишет loading installer data. Пусть загружается пока что. И нам такая красивая картиночка выскакивает. Чтобы начать установку OS, нажмите далее. Здесь вы должны согласиться с различными, скажем так, пользовательскими соглашениями. Ну, короче, вы поняли. Вы должны принять все эти условия. Нажимаю кнопку принять. И устанавливается наша операционная система. Загружается напрямую с моего гитхаба. То есть, там есть некий файл-лист. И с этого файла-листа он прогружает все файлы. Так, загрузка с systemOS. Ну, в принципе, ставится довольно-таки быстро. На чистую систему. Что-то у нас там с прогресса. Ну, там, дай бог еще. Ну, на минуты две будет делаться, например. Ну, такая вот карта местности. То есть, уже можно заметить наш вот этот лунный храм. Или я не знаю, как его назвать по-другому. Вот некое такое вот подобие. Постепенно настроит карту. Так. Операционка наша устанавливается. Загрузка майн-кода. Тоже интересная программка, довольно. Сейчас покажу ее. Crossword, Photoshop. Ис-то, конечно, довольно-таки большая проблема, что везде приходится ждать. Здесь ждать, там ждать, везде ждать. Ну, ладно. Так, посты BIN, 3D-Edit. Это небольшой 3D-редактор, моделик. Так. Операционка перезапускается. Уже нормальный серый фон. Такой, с белыми надписями красивыми. Нам предлагают настроить Майн-ОС нашу. Давайте. Это некое, скажем так, подобие ключевой защиты. То есть, не по паролю, а по биометрике. Кликаем на экран. Мы добавляемся как юзер. То есть, если ваш друг кликнет на этот экран, появится здесь его ник. Нажимаем кнопку «Далее». Здесь можно выбрать цвет консоли. Пока эту функцию я еще не реализовал. Но, по крайней мере, она, скажем так, как настроечная, она имеется. И, собственно, у нас рисуется наш такой вот симпатичный компьютер, сердечко. Мол, система готова к использованию. И мы начинаем использование ОС. Допустим, мы в ней поработали, все хорошо. Мы выключаем наш компьютер. Потом снова его включаем. И у нас теперь будет запрашивать некий, скажем так, пароль для входа. То есть, мы должны прислонить палец для входа в эту операционку. И нам пишут с возвращением «it», то есть мой ник. Если какой-то другой пользователь, который не зарегистрирован в начале в этой операционке, кликнет на эту фигню, то, соответственно, его просто не допустит. Давайте покажу вам, как это будет выглядеть. Есть у нас папка «users» с файлик отдельный. Допустим, напишем здесь какую-нибудь хрень. Вот. Перезагрузим нашу операционку. Наш компьютер. И если мы кликнем на вот сюда вот, то нам будет писаться, что доступ запрещен. То есть, соответственно, в нашу операционку мы уже не попадаем. А если мы нажимаем сочетание клавиш Ctrl-C, происходить ничего не будет. То есть, видите, она постоянно будет так перезагружаться. Это защита, скажем так, от слишком умных людей, которые захотят принудительно завершать программу и смотреть наш список файлов. Но вообще, тут есть небольшой секрет, как можно все это дело обойти через дисковод с дискетами, но я особо рассказывать все это дело не буду. Так, включаем наш третий компьютер. Это компьютер моего друга. Что-то, по-моему, он не очень рабочий. Сейчас выясню. Так. А, нет, он рабочий. Замечательно. Мы нашли нужную операционку. Вот наш список файлов. TX. Ну, собственно, что здесь можно еще показать? Здесь есть неполучая программка MineCode. Так, attempt to consider global. Господи. Какая-то хрень попотная. Ну ладно, не будем смотреть сюда. Итак, я все вернул в изначальное состояние, и давайте посмотрим, что у нас здесь еще имеется. Здесь у нас имеется программка PostEbin, которая позволяет смотреть файлы на абсолютно реальном PostEbin. То есть вы здесь пишете свой реальный постебиновский логин-пароль. Ну, в моем случае это будет Игорь Тимофеев. Так, надо будет потом пароль на видео замазать. Или сделать, скажем, некую программку, которая маскирует его. Так, написано, что захожу в аккаунт, получаю список файлов. И эта программка сейчас получит абсолютно реальный список файлов в новом PostEbin. Каждую программу вы можете посмотреть. То есть посмотреть ее содержимое вот таким вот образом. Там написано будет, нажимая крестик, соответственно, мы выходим из просмотра. Мы можем ее загрузить на наш рабочий стол. Допустим, test.lua. Нажимаем ОК. Она загружается. Вдруг совершена. Заебись. Так. Мы можем ее запустить прямо отсюда. Ну, допустим, давайте запустим вот эту программку, она более-менее рабочая. Так, загружаю файл. И у нас запускается программка OS-конфигуратора. Ctrl-C нажимаем. Программка завершается. Ля-ля-ля-ля-ля. Все хорошо. Окей. Возвращаемся обратно. Так, что здесь еще можно делать? Мы можем загрузить какой-либо файл на наш реальный PostEbin. Мы можем указать, допустим, наш файл стандартный OS.lua. И имя, которое будет отображено на PostEbin. Ну, допустим. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Хорошо. Нажимаем ОК. И наш файлик с нашего компьютера загружается на абсолютно реальный PostEbin. И будет он там храниться. Загружается довольно долго, так что не спеша ждем. Не торопимся. Не торопимся. Вот появился наш файлик. Ла-ла-ла. Мы можем его просмотреть. Текст. Вот наша операционная система. Исходный код. Мы можем его удалить отсюда прямо с PostEbin. Он удаляется. И скоро отсюда исчезнет. Вот, собственно, такая вот программка. Довольно удобная. Так. Переагружаем список файлов. Да-да-да-да-да. Давай. Все хорошо. Мы можем разлогиниться. То есть, чтобы никакой ублюдок не посмотрел ваш логин и пароль. И, собственно, файлик с конфигом логин и пароль также с компьютера удаляется после разлогина. Завершаем программку. Так. Как завершить-то, господи. Вот так вот. Контроль от С. Выходим отсюда. Может, в принципе, кнопку выйти было нажать. Ну, ладно. Также мы можем загружать потом, я сделаю эту функцию, на PostEbin или абсолютно любую программку. То есть, загружаться она будет также на ваш PostEbin. Так. Что у нас здесь еще интересное есть? Программка MindCode интересно рабочая? Нет, она не рабочая. Очень жалко. Но она довольно тоже интересная. Короче, я хотел сделать некий редактор кода. Красивый. Давайте посмотрим, что там за ошибка. MindCode.lo.15. Temp to Concerate. Господи. Какая чушь. Мы можем смотреть содержимое вот этих приложений. То есть, показывать содержание пакета. У нас здесь есть основной исполняемый файл. И есть также ресурсы этой программы. Это, в принципе, сделано довольно-таки потно. Но, да ладно. Вот наш исходный код MindCode. Так, мне говорят, что в 15-й строке где-то там какая-то ошибочка есть. Ага. MindCode.config.reot.al. О, господи. Какая чушь. Попробуем написать Russian. Russian.lang. Может, поможет. Если не поможет, то есть, в принципе, и хрен с ним. О, помогло. Отлично. Короче говоря, это программка, которая позволяет редактировать код. В данном случае она всего лишь открывает файлы. Позволяет их просматривать. Можно скрывать различные вот эти поля, скажем так. Ввода текста. Мы можем любую программку прямо из MindCode скомпилировать, нажав кнопку Play. Ну, допустим, кнопку Home скомпилируем. Пишут, ошибка, не найден компанией с Redstone. Так, у нас есть что-нибудь вообще рабочее здесь. Ну, скажем, пусты бин. Пусты бин лоа. Так, нажимаем Play. И она абсолютно нормально компилируется у нас, прямо из программки. То есть, хочу сделать некий вот такой вот редактор кода. Мы можем здесь выделять текст, можем его комментировать, код. Мы можем его, соответственно, обратно раскомментировать. Мы можем его подсвечивать. Тут копипаст, по-моему, даже работает. Ну, в общем, такая вот простенькая программка. Разумеется, все файлы правка-переход не работают. То есть, я ее в данный момент только пишу. Ну, такая вот программка. Вообще, в принципе, вся эта OS находится на стадии ранней разработки. То есть, я вам просто решил показать некую, скажем так, бету. Вон туда же курсор стал мигать после этого MindCode. Ну, просто потому что такая прога фиговая. Также здесь есть вкладка вид. Она позволяет показывать формат файлов. То есть, у нас каждый вот этот приложенький имеет формат .app. Мы можем его обратно скрыть, чтобы не мешался. Мы можем показывать системные файлы. То есть, это стандартные папки bin, boot, etc. lib, mnt и прочая хчушь, короче говоря. Скрывать системные папки нафиг они нам не нужны. И можем показывать скрытые файлы. То есть, это всякие OS-пропы, начинающиеся с точки. Так, вот такая вот операционочка. Так, ну, здесь еще, конечно, программка Crossword. Сейчас я вам покажу ее. Давайте посмотрим. У нас вроде бы закончилось сканирование. Вот, нарисовалась наша, собственно, вот такая вот наш домик. Так, что здесь вообще можно сделать? Мы можем изменить цвет нашей голограммы. Давайте нажмем на эту клавишу. Уберем, скажем, голубой. Так, так, так. Голограмма изменилась на голубой оттенок. Смотрите, вообще это нереально. Так что давайте изменить на какой-нибудь нормальный. Скажем, на ярко-красный. Вот такой хочу, на темно-красный. Так вот. Так. Вот такая вот голограммка. Нажимая на клавишу плюс 10 блоков, мы будем как бы перерисовывать. Нажимаем перерисовать голограмму, и она нарисуется как бы чуть пониже. То есть, вот таким образом мы можем сканировать блоки, которые находятся, ну, выше, скажем так, предела отображения проектора. Нажимаем минус 10 блоков. Там несколько раз у нас предел показывается. Вот перерисовываем, и у нас рисуется уже днище, находящееся под этим храмом. Вот он очень медленно рисуется, конечно, но постепенно, постепенно оно все-таки отобразится. Единственная проблема этой программы в том, что она хавает очень много оперативки. Ну, оперативки, соответственно, вот этой вот, господи, ну, планочек, короче, оперативной памяти, опенкомпьютерских. Вот они. Вот на сервере с четырьмя планками она вполне нормально работает, а на обычных компьютерах она может сильно глючить. Можно также изменить масштаб этого проектора, то есть делать голограмму гораздо жирнее. Давайте сделаем плюс 10 блоков, перерисуем ее. Вот наши деревья такие своеобразные, вот голограмма стала иметь огромные масштабы. Ну, короче говоря, вот такая вот программка. Позвольте рисовать карту местности 3D. И также дополнительным таким ярким цветом противоположным отображаются какие-то руды, имеющие, ну, скажем так, большую плотность. То есть всякие алмазы там, железные руды, золотые руды и прочая хрень. Нажимаем кнопку «Выйти», выходим обратно в операционку нашу. Так, что у нас здесь еще имелось? Имеется у нас программка 3D-Edit. Вообще, я планирую написать небольшой 3D-редактор этих моделек. Вот такие вот, то есть, видите, рисуют нас. Колесико мыши здесь можно прокручивать слои. То есть можно рисовать вот такую 3D-голограмму. Давайте напишем что-нибудь. Какой-нибудь текст. Так, 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 так. В конце концов, я ее сделаю. Так, time set 5500. Ну, неважно. Короче говоря, таким вот образом можно рисовать текст на наших голограммках. Здесь вообще ничего не работает пока что. То есть нажимаем куда угодно, вылетается ошибка она. Ну, по крайней мере, рисовать уже можно. Значит, вот такая вот, в принципе, операционная система. Что у нас здесь еще есть? У нас есть товарищ, который кодит. Какой-то 3D-редактор потный для 3D-принтера, который позволит печатать любые 3D-модели. Но это будет уже попозже. В общем, надеюсь, вам такая вот, скажем так, небольшой обзор этой операционки понравилась. Надеюсь, вам понравилась сама эта операционка. Вот. Кодили мы ее примерно, скажем, то ли дней 5, то ли 6, что-то такое. Ну, учитывая еще, что летом на даче сидел, тоже ерундой занимался, кодил ее. И, собственно, если вы хотите получить обновление операционки, то есть полностью обновить, нажимаете эту кнопку, у вас запустится обратный инсталлятор. Если вы хотите что-то узнать о системе, вы можете нажать эту кнопку. Тут такая вот своеобразная надпись пока, не очень красивая, но, по крайней мере, она есть. Вот. Так же можно перегрузить компьютер, выключить его и вернуться в Shell, то есть вернуться в стандартную консоль. А, и к слову, я так же доработал немножко эту консоль обычную, потому что вот стандартная, которая там была, вот эта черно-белая, с какими-то высерами, мне она просто не нравилась. Я решил сделать такую вот симпатичную. И так же русифицировал все вот эти вот подсказочки небольшие. Вот. Так что пользуйтесь на здоровье, надеюсь, вам она пригодится. Здесь есть также куча различных библиотек. Давайте запустим снова операционочку. Залогинимся. Так, вид показывать. Системные файлы. Где-то папка lib. И здесь различные библиотеки есть. Тут их очень много. Здесь в библиотеках QR-кода я ее спер с какого-то сайта. Есть моя личная библиотека. Тут вообще туева куча кодов. Даже не знаю, сколько здесь кода. Давайте я вам это еще покажу. Сейчас вот так F11 нажимаем. Майнкрафтик. Sublime Text. Вот, собственно, наши программки, операционки. Тут мое API занимает примерно 1300 срок кода. Операционка где-то, по-моему, 400 с чем-то. А, нет, 800 даже. Ну, короче, вот такая. По стебин по 400. Ну, короче, вот. В любом случае, надеюсь, эта фигня вам понравилась. И вы найдете здесь какое-нибудь забавное применение. Так что всем спасибо. До новых видео. До новых встреч. До свидания.